Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задонновым на Юмор.ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Неформат. Новый сезон, можно сказать, осенний сезон. Открываем мы сегодня. Программа Неформат в прямом эфире. Традиционно по пятницам мы подводим итоги недели. И в студии продюсера Юмор.ФМ Максим Забелин я помогаю вести программу нашему бессменному автору и ведущему программы Неформат Михаилу Николаевичу Задоннову. Простите, что приятно, что мы в эфире... Так, у нас нет голоса, Михаил Николаевич. Я вам сейчас передаю микрофон. Здравствуйте! На моем микрофоне что-то отключилось, и мне Максим дал свой микрофон. Ну, приятно, что мы снова в эфире. Мы не были два месяца, с вами не встречались, и этой передачи не было. И я получил много писем на свою электронную почту, мол, наконец-то вас закрыли. Друзья мои, не радуйтесь. Нет, не закрыли. Более того, это прямой эфир, и славно, что так происходит. Более того, никто не сделал нам еще ни разу ни одного замечания. Это означает, нас уважают. И это очень приятно, и мы не можем не откликнуться. Мы снова в эфире. Мы ждем ваших посылок и смс, да, и адрес вы скажете, Максим. Да, конечно, друзья. На самом деле мы хотели бы, чтобы вы нам сегодня отправляли свои сообщения на наш мобильный номер 8870 со всех мобильных телефонов. Звонили нам 0731 в прямой эфир. Для чего? Для того, чтобы вы сообщили нам, какая тема, какое событие этого лета, ведь сегодня же мы подводим итог не только недели, но и всего лета в целом, для вас является самым ярким, самым необычным, самым, может быть, неожиданным. Пишите нам, звоните, а мы подведем какие-то итоги, и, по крайней мере, это будет даже для нас интересно. Ну, для меня лето началось в июле, потому что я его встречал в Прибалтике, и продолжалось дня три это лето, потому что в Прибалтике лето 10 дней, а остальное осень и весна. Но, я думаю, так, вот самые яркие, на ваш взгляд, на взгляд каждого из вас, дорогие наши радиослушатели, события, вот нам бы хотелось узнать, кто что считает по поводу всех событий, происшедших за лето, какое самое яркое выделит каждый из вас, и мы его будем, соответственно, больше всего комментировать в таком случае. Ну, начинается Новый год, Новый учебный год. Мне, честно говоря, сегодня приснилось, что я утром иду к памятнику Владимира Ильича Ленина и кладу цветы к нему. Все-таки я от первого до десятого класса всегда первое сентября начиналось у меня именно так, первое сентября. Но это, имейте в виду, что я сейчас сонно пересказал, а не на самом деле это произошло. То есть это мы не вас видели, знаете, для памяти? Нет, вот. Ну что, будем начинать, да? Да, друзья, но прежде всего у меня есть очень приятная миссия, поскольку Михаил Николаевич не зря сказал... А у меня микрофон включился, да? Ой, прекрасно. Я услышал, как Михаил Задорнов говорит, что для него лето начинается в июле, и так случилось, что мы с тех пор особенно не встречались. Поэтому, Михаил Николаевич, у меня есть приятная очень миссия, неформатная, вручить вам подарок от радиостанции Юмор-ФМ. Для согрева в Прибалтии. Абсолютно точно. В странах Балтии, в Латвии. Спасибо. Это открытка, это конверт с открыткой, не... Не то, что я подумал сначала. Да. Да, хорошо. Спасибо. Не то, что обычно в конверте бывает в нашей стране, это открытка. Нет, как. Да. Хорошо. Ну что, ждем ваших посланий и, наверное, запомнить главному событию надо перейти и начать обсуждать. Да, у нас есть очень животрепещущая тема. Почему? Потому что она напрямую касается в том числе и радиостанции Юмор-ФМ. Это закон о защите детей от информации. То, чем бурлят сейчас буквально страницы интернет-изданий, прессы, то, о чем говорит телевидение постоянно, о чем говорит радио. Если коротко сказать, в чем смысл этого закона, который, напомню, вступает в силу с 1 сентября 2012 года, это защита детей от различного рода проявлений жестокости, насилия, брани, ну и вообще недостойного поведения, которое встречается в разного рода программах. То есть, что может считаться, что не может считаться, скажем так, примером плохим для детей, определяют редакции сами. Но контролируется это законодательно. Мы сегодня поговорим подробно об этом законе. Я коротко лишь прочитаю, в чем его смысл. Так вот, этим законом вводится запрет на информацию, вызывающую у детей страх, ужас, панику, а также оправдывающую насилие и противоправное поведение. Недопустимо бесконтрольно распространять информацию, способную вызвать у детей желание употреблять наркотики, алкоголь или побуждающую к причинению вреда своей жизни и здоровью, принять участие в изартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. Все это закон запрещает. То есть любые, в том числе и комические проявления, скажем, информации, когда кто-то шутит на эту тему, считаются сейчас недопустимыми. Должны либо сопровождаться маркировкой данная программа, предназначенная для прослушивания лицами старше 16 лет, либо вообще не появляться в эфире до 23 часов. Целый ряд телеканалов и радиостанция меняют свою сетку, в том числе и такая замечательная, добрая радиостанция, семейная радиостанция, как Юмор-ФМ. Ну, закон есть. Что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, вы меня запугали. Начнем с этого. То есть, получается, с одной стороны, вроде, замечательная задумка. Действительно, я не ребенок, но я отключаю многие каналы. Вот смотрю что-то, а там с одного канала на другой один и тот же актер с одним и тем же пистолетом перебегает и одинаково матерится на всех каналах. Мне противно. Если я Камеди Клаб когда-то смотрел и мне нравилось, сейчас я не люблю смотреть Камеди Клаб. У меня лицо морщится. У меня как-то перекашивает организм от этих шуток нижнепоясных. И вот вроде правильно, нужен такой закон. Но меня волнует вот что. Ведь будет создан орган, обязательно какой-то, который, ну, проверяющий орган, да, который будет говорить, вот это можно, вот это нельзя. Во-первых, это вырастет взятка. Опять. Значит, как расценить в какой-то шутке слово хрень? Оно нецензурное, да, согласно этому закону? Ну, оно не то, что нецензурное, оно считается ругательным. Хорошо, а если подказ... Оно побуждает попрошайничеству, Александр Николаевич, разных рейдов. То есть критерии же наши не установят. Вот мне очень интересно, у тупых американцев есть такой закон или нет? Мы подняли даже действительно несколько законов, которые есть в разных странах мира и в Соединенных Штатах Америки есть. Но это не совсем закон, это система рейтингов Американской киноассоциации. Помните, когда присваиваются различные, так называемые, MPPA? Когда присваиваются различные рейтинги, рейтинги... MPP, это когда за MPP, за MPP кивают? Ну, да. Рейтинг, например, G, это фильм демонстрируется без ограничений, для общей аудитории. Рейтинг PG, это детям рекомендуется смотреть фильм с родителями. Рейтинг PG-13, то есть детям до 13 лет нельзя появляться в кинозале без родителей, только в сопровождении. Рейтинг R, restricted. Подростки до 17 лет допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей, либо законного опекуна. Ну, это американская история. И рейтинг NC-17, ранее он назывался рейтинг X, только для лиц старше 17 лет. Ну, вообще, конечно, то, что вы мне сказали, запомнить славянский ум не может. Начнем с этого. И это у нас вести это невозможно. Нормально с опекуном ходить. У меня, я же, если про Америку не скажу, вроде мы вообще зря выходим с вами в эфир. Люди зря включили нашу радиостанцию. Я, знаете, Максим, мой знакомый из Латвии ездил в Америку и покупал пиво после... Там есть закон, что после какого-то времени детям нельзя. Ему 55 лет, но у него паспорт потребовали. Он мне тут же отзвонил оттуда, представляешь, мне прямо оттуда звонит. Это тупая американка, у меня паспорт требует, что мне уже 18 лет. А ему 55, лицо как у чебурашки, сморщилось давно уже. Ну, это, конечно, забавно. Я не знаю, как справляются американцы. У нас будут проблемы с этим. Хотя я понимаю, что такой закон обязан был когда-то появиться. Но как это привести в порядок? Давайте обсудим после рекламной паузы, а мы пока... А вы можете сделать рекламную паузу, чтобы дать подумать немножко, как это все образмерить, как это структурировать, чтобы это начало правильно действовать, а не действовало только как откаты? Друзья, пока у нас идет рекламная пауза... За хрень надо 100 тысяч долларов выплатить. За хрень хреновую 2 тысячи. У нас же к этому все придет. Ну, конечно. Рекламная пауза пока без возрастных ограничений, несмотря на содержание рекламы. А сегодня же мы имеем право хрень говорить? Значит, то, что я сказал три раза, это нормально сегодня. Я не плачу. Нет, но в конверте у вас на всякий случай лежит, чтобы можно было... Но завтра уже эту передачу нельзя повторять. Да, друзья. Не, надо подумать над этим. Итак, реклама. Итак, друзья, продолжается программа «Неформат» в прямом эфире радиостанции «Юмор-ФМ». Мы сегодня объявили в начале программы, что вы присылаете к нам на 8870 свои смс-сообщения по поводу самых ярких событий этого лета, каким вы его видите это лето. И вот появились первые сообщения. Михаил, конечно, с вашего позволения я зачитаю. Ну да, конечно, вот они передо мной тоже, я вижу. Россия вступила в ВТО. Самый яркий момент лета – медальный провал сборной России на Олимпиаде. Это не связанное событие, это уже номер два, я считаю. Далее человек пишет. Летом у меня не было задорного радио, инета и телека. Я в тайге был. Ну, замечательно. Вот за это я книжку дарю. Вот пускай пришлет свой адрес. Вот молодец. Вот я считаю, у таких учиться надо. С меня книжка с подписью. Пришлите, кто вы? Да, ну мы найдем, у нас есть все контакты. Вы сейчас из тайги нам? Да, человек вышел из тайги и сразу же включил юмор. Событие. Кровожадный приговор пуском, пишет Дмитрий. Ну, об этом, понятно, нельзя забывать. Мы, вероятно, не поговорим об этом. Ну, наверное, коснемся, да, этих тем. Да, коснемся этих тем. И Михаил Николаевич пишет нам, абонент с Москвы. Мультфильм «Ну погоди», теперь в категории 16+. Каково ваше мнение? Ваше мнение 17 написали. То есть, да, ну это уже значит... О, да нет, градусы растут. Видимо, ну много сообщений действительно на эту тему. Я предлагаю послушать «Вопрос от звезды» нашу традиционную рубрику. Михаил Николаевич, здравствуйте. Это Денис Клявер. Слышал, что из-за принятия закона о защите детей от вредной информации мультик, ну погоди, вот это, конечно, могут снабдить пометкой 18+. Как вы, Михаил Николаевич, к этому относитесь? Я сейчас прям чувствую, сейчас будет, конечно, столько юмора и смеха. Ну, смешно уже то, что у вас в смске плюс 16, у меня плюс 17, а у Дениса плюс 18. Представляете? То есть, откаты растут в этой ситуации. Знаете что, я хочу сказать, может послушать этот фрагментик какой-то нам из «Ну, погоди», чтобы уже предметно обсуждать. Да, друзья, впервые в истории радиостанции «Юмор-ФМ». И в последний раз. Да, возможно, в последний раз. Жесткое, неприкрытое, нецензурированное полотно мультфильма «Ну, погоди». Полное безобразие, имейте в виду, не поддавайтесь на провокации сейчас. Вон такое будет говорить, дети, закройте уши. Это будет ужасно. Смотрите «Камеди Клаб», но не смотрите никогда «Ну, погоди». Послушаем. Неформация. Кто? Заяц. Проходи, Заяц. Кто? Заяц. Кто? Зёбра. Кто? Черепаха. Кто? Лёд. А что это было? Я что-то не понял ничего. Это фрагмент, который я просто не вспомнил. А вы думаете, наши слушатели вспомнили, что это было? Ну, я уверен, что да, потому что я помню прекрасно этот фрагмент. Это волк недостойным образом пытается без билета пройти на конкурс «Ало мы ищем таланты». Где заяц, ведущий заяц, волк пытается под видом разных животных, ну, вот опять же, видите, переодевание, что несвойственно нормальному человеку, постоянное, и попытка проникнуть на концерт без билета. Вот как этот закон создать, чтобы он был человеческим? У меня есть мнение, но прежде я хочу сказать про то, что на сегодняшний день произошло. Значит, Анну Каренину надо запретить. Она показывает, она подает нехороший пример. Бросаться под поезд, когда несчастная любовь. А Бломова надо запретить, потому что он ленится и не встает с постели, как кто-то мне написал. Он телевизор смотрел, не вставая с утра с постели. Значит, нет, телевизор это ошибка. Я написал, что автору, вы не знаете, он вообще в инет выходил, не вставая с постели. А с телевизором вы ошиблись, безусловно. Смотрите, и что получится? Вот какие-то добрые, где проскальзывают произведения, где что-то проскальзывает для колорита, будут запрещать. А уберите из фильма «Жила была одна баба», уберите мат, и он пройдет по телевидению. Посмотрите, что может произойти. То есть все равно останется жесть, все равно останется мерзопакость, Но если подходить к этому формально, она будет проходить, а что-то доброе не будет получать. А ведь, знаете, вот телевизионные работники, они ведь умеют найти всякого рода такие ходы, Как выкрутиться из ситуации. Ведь когда Мединский сказал, что не надо 22 июня показывать фильм обижающих ветеранов, Он ведь правильно сказал, на мой взгляд. А они сразу его подставили, написали наверх в Кремль письмо НТВшнике, Мол, вы там наверху правители говорите о том, что у нас демократия должна быть, А новый министр культуры вас подставляет. Он пытается нам, он не пытался запретить, он сказал, он высказал свое мнение. Видите, все время ходы, телевизионщики все время изобретают ходы для своего заработка, И они будут здесь изобретать. А вот Зверева можно показывать по телевидению вообще в связи с этим знакомым? А этого Волкова, который создает имиджмейкерствует на Рублевке, Вот этот Алексей, что ли, Волков, как его звать? Который держит там салон и засиликонивает баб всех, И сам выглядит, вот я хочу у себя в огороде поставить чучело, Вот в виде этих уродов наших современных. То есть вороны улетают? По практике вы видели, что птицы пугаются. Очень, очень. Я одно нарядил, извините, я только тихо скажу, Я нарядил под Киркорова, вот блестяшки всякие, Но я думал вороны, а вороны слетелись на блестяшки и разворовали все блестяшки. Поэтому мне сейчас надо что-то новое. И у вас смелые эксперименты в огороде, Михаил Клаш. Ну, в саду, извините, в огороде. В огороде это я, это я, конечно, переборщил. Тут я копался в огороде, меня Галкин пародирует, Мол, ехал я как-то, голосом задорно он говорит, в метро. Вы видели задорно, когда в метро? Издевается он. Вот сейчас только ему дать повод сказать, что я копался в огороде, голосом задорно. Но, скажите, их же нельзя, половину этих людей нельзя показывать по телевидению. Они уже, с фактом своего существования на земле, уже плохой пример для детей. Ведь, помолчу, ладно, все, давайте к следующему. Я, да нет, я очень коротко скажу, что на самом деле... Попсу нашу нельзя показывать. Ведь то, что поет попса, это плохой пример. Причем старые люди, которые дергаются, перекидывая микрофон из правой руки в левую, дергаются, как аскориды на сковородке, и думают, что это пластика. Я не видел аскоридов на сковородке, но мне так сейчас пришло на ум просто. Все одинаковые. Это уже... Как этот закон расценить, возможно? Я, честно говоря, я знаю как, но думаю, что это вопрос философии некой, человечности некой. К этому надо пойти... Вообще, к этому явлению надо подходить по-человечески. Знаете, я вас заинтригую вот чем. У человечества, и у нас в том числе, а у нас с особой нашей славянской энергией, нарушены причинно-следственные связи. Когда молодой пацан подходит к автомату кофе, нажимает на кнопку и получает кофе, причинно-следственные связи у него не существует. Он знает очень короткую причину-следственную. Нажал на кнопку, полился кофе. А что его надо собрать, вырастить? Они не знают ничего. И вот в этой ситуации, я боюсь, опять произойдет то же самое. Причинно-следственные связи нарушатся, все извратится и будет с точностью да наоборот. Друзья, давайте дождемся 1 сентября. У нас в эфире появится много нового. По крайней мере, сообщения будут предупреждать вас о том, что в том или ином номере содержится недостойная информация. Но надеюсь, что все как-то это пережем. Действительно, главное, чтобы это не превратилось все в фарс, а достигло какой-то своей цели. Пока же давайте послушаем немножко рекламы и вернемся в студию через пару минут. Продолжается программа «Неформат» в эфире радиостанции Юмор-ФМ. Мы поднимаем самые острые темы, которые происходили и на этой неделе, и подводим своеобразный итог, что ли, лета. Нам продолжают писать про то, какие самые яркие события произошли этим летом. Много сообщений, довольно много сообщений про пусси райет. Ну, можем на эту тему о чем-то поговорить чуть позже. И, конечно же, много сообщений по поводу закона. Закона о защите детей от нежелательной информации, которую мы сейчас обсуждаем. Михаил Николаевич, по поводу... Ну, я вот точно знаю, что бы я не хотел. Вот я бы не хотел. Я бы не хотел, чтобы по телевидению вообще был мат. В любом виде. Знаете, в этом смысле очень интересно вспомнить Бориса Николаевича Гельцина. Он никогда не ругался матом. Никого не называл на «ты» и не ругался матом. Мы сейчас говорим о нем не как о политике, а мне приходилось с ним встречаться. И вот, допустим, он хочет мне рассказать анекдот. И он говорит, я хочу вам, Михаил Николаевич, рассказать анекдот. Но я не буду голосом Бориса Николаевича это делать. Идет по улице женщина, которую принято в литературе обозначать буквой «Б». И у меня уже повал. У меня уже мозг взрывается. Потому что... Ну, как ласково, да? Так тоже на телевидении нельзя, бесспорно. Но мат я бы исключил. Многие люди думают, что мат – это разговорный язык. Молодежь, многие из молодых людей думают. Вот есть у меня друг, Володя Качан. Я поехал к нему. Он снимал такой небольшой домик на Клязьминском водохранилище. Я поехал к нему. Мы вышли на пляж. Вот, Максим, на каждом пляже... Я был на многих пляжах за это лето. На каждом пляже, я это смело утверждаю, находится пьяный долбак, громко ругающийся матом. С детьми невозможно выйти на пляж. Я бы за это забирал в милицию. Бесспорно. В советское время, кстати, если бы вы ругались в автобусе матом, вас бы забрали в милицию. Бесспорно. И он стоит, ругается, орет, кричит. Добрейшей души большой человек с пивным животом. И Качан не выдержал, подошел и говорит, ты не ругайся, а? Дети же здесь. Причем Качан за чужих детей вступился. А он говорит, ой, ой, извини, извини. Я, конечно, я не буду громко ругаться. Все, значит, про себя только. Вот. И замолчал. И ему женщина, которую он, а рассказывал он, вот, Максим, он рассказывал, как он ловил леща матом. Все это перемежает. И она говорит, ну так что там с лещом было? Он говорит, как я тебе без мата про леща рассказывать буду. А, пожалуйста, ругайтесь, сквернословьте, если вы не знаете, что сквернословие ведет к импотенции, что ведет к бешенству матки, что ведет к другим заболеваниям, ругайтесь. Но не в общественных местах. За это надо сажать. Может быть, этот закон поможет этому делу. Боюсь, что нет. Но мне бы этого хотелось. А вообще, я считаю, что нужно восстанавливать причинно-следственные связи у молодежи. Они потеряны. И тогда они будут знать, почему сквернословить не надо в общественном месте. И это было бы сильнее любого закона. Но это уже вопрос образования. Образование каждого человека. Это очень серьезная тема. Да, у нас есть звонок на линии. Давайте послушаем. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Мы слышим вас. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Огромное вам здрасте. Огромное вам тоже здрасте. Очень симпатичное. Как человек, как писатель. И вот у меня вопрос такой. Как вы думаете, отмените рекламу на телевидении о женской гигиене, такие как прокладки и санпоны, и о мужском бессиле, вот эти всякие препараты, конкации и так далее и тому подобное. Поскольку я так думаю, что дети маленькие, которые у родителей будут спрашивать, увидев эту рекламу и не слышат, что это такое, довольно сложно. Ну, вопрос, кстати, замечательный. Потому что я все-таки иногда смотрю телевизор, иначе я буду не в курсе событий. Ну, я так переключалкой работаю, да? Максим, вы вглядывали с нашей рекламы? Ощущение, что у нас живут в стране импотенты, совершенно бессильные мужчины, у которых плохо пахнет изо рту. Сплошь идет реклама каких-то гадостей. У всех диарея. Вообще, если вдуматься в нашу рекламу, это что-то жуло. Они плохо видят, плохо слышат. Это больные люди живут, которые опиваются пиво на ночь, причем. И ездят на дорогих машинах, когда у них плохо пахнет изо рта. Это же политкорректность, понимаете? Нужно показывать тем людям, у которых весь этот букет существует, что они нормальные. И пиндюрить, это же разводилово. Ведь вопрос Илья-то задал правильный. Это же нельзя эти вещи показывать по телевидению. Вот рекламы. А сработает закон в эту сторону или нет? Я не знаю. Мне лично противно смотреть. Я про прокладки. Это ментам нравится, потому что они берут прокладки в сапоги. И когда холодно, они подкладывают, в смысле, чтобы потеплее было. Вот. Что мне вбирали влагу? Да, ну, это же каждый, это же вопрос. Ну как? Этот торгашек пиндюривает. На самом деле, это вопрос образования любой женщины. Что она будет использовать? Я вообще думаю, современная молодежь... Вот помните, было... Сейчас скажу умную мысль. Сейчас сам готовлюсь к этому. Вот помните, молодежь поколения выбирает пепси. Да. И мы говорили, выросло поколение пепси. Они любили все сладенькое. Сладенькое, вкусненькое, с добавочками. Они быстро растолстели и стали... Большинство из них стало такими дистрофиками. А сейчас новое поколение. Максим, вот давайте введем с вами этот термин. Поколение памперсы. Это люди, которым выросли, которые с детства могут делать сразу, везде, зная, что за ними подберут. И что у них памперсы на деле, и у них причины следственной связи нарушаются. Кто начинает с памперсов, тот начинает входить в жизнь, не зная, что происходит в окружающей среде просто. Вот никто не додумывался до этой мысли. Это удобно, да. Это можно заработать, да. А ребенок вырос, он не может ничего... Понять, что в жизни происходит. Он не умеет за собой ухаживать. Они сидят на шее у папы мам до пенсии. И потом спрашивают, а можно папа с мамой выйти на пенсию мне? Или нет? Дадите разъявление? И себе, иный совет. Как вы думаете, можно нашему? 62 года, не рано ему еще уходить на пенсию. Ну и памперсы как раз ему хорошо в этот момент. Вы знаете, у меня есть на спутнике один телеканал американский. Он сейчас транслируется спокойно, совершенно на территорию Российской Федерации. И там показывают проамериканские проблемы. Я понимаю, насколько мы семимильными шагами догоняем эту прекрасную страну. А проблемы такие. В худшем смысле. Да, в моем доме живет там типа 50 кошек. Да. И все сообщество, включая соседей, полицейских, психиатров, пытается решить этот вопрос. Вот что сделать так, чтобы у этого человека его не обидеть? И кошки, которые там загадили весь этот дом, не дают житья соседям, поскольку там лазят везде по округе, тоже куда-то ушли. Вот как эту дилемму решить? Или приезжает психиатр и долго очень обсуждает с человеком вопрос, как ему поступить дальше, на какую диету ему сесть. То есть проблемы, круг проблем сужается резко до конкретно бытового уровня. И на этом телеканале вообще нет никаких общечеловеческих новостей, что ли, никакой информации. Там все очень предельно просто. Я не буду сейчас называть его название, но кто интересуется, может посмотреть. Это купоны, которые можно обналичить в супермаркетах, это диеты, это проблемы с кошками, это дети, которые живут с родителями. И там постоянная проблема, когда человек говорит, ну вот я жил там с мамой до 43 лет, потом я ушел, потому что мне нужно было начинать уже свою жизнь. И это нормально для них. Понятно, что они смотрят и потребляют вот эту всю рекламу, да, и в дальнейшем... Значит, мое определение, поколение памперсов правильное. Абсолютно. Ведь, а что это значит, что причины следствия... Знаете, я был недавно в Министерстве образования, и вот эта интрига очень интересна. Раздался звонок, с вами говорят из Министерства образования. Я думаю, ну сейчас мне скажут, что они про меня думают. Я же поносил Министерство образования в течение трех лет, но только что не матерился, хотя хотелось порой. И мне говорят, вы не могли бы войти в комиссию Министерства образования? В общем, суть такая, реформа реформы провести, реформировать ту реформу. Я, честно говоря, я, знаете, я расплылся в счастливой улыбке, потому что люди... Я им говорю, а, и мне замминистра образования говорит, вы знаете, вы нас критиковали. Я говорю, простите, я вас не критиковал, я вас поносил. Она говорит, ну так вот и приходите. Знаете, мне возразить нечего. Вот это по-божески. Я пришел три с половиной часа в Министерство образования. Я рассказывал им, какие у них существуют задачки. На каких сайтах. Вот мы часто с вами приводили примеры этих задач. Когда бежит, помните, лыжник со скоростью 60 км в час в снегопад против ветра. Ему в рот, он заметил лыжник, попадает 50 снежинок в минуту. А он повернул, и оказалось 30 снежинок. Вопрос, какова скорость лыжника была, когда он бежал по ветру, есть ли площадь рта 28 квадратных сантиметров. Я им много очень интересного рассказал. Конечно, они много не... Они хотят что-то переделать. И, знаете, я обратил внимание, главное, их старался обратить внимание, восстановление причинно-следственных связей у детей. Они не знают, не могут. Я говорю, верните предмет природоведения. Верните родную речь. Прочитал, неважно что. Хорошо, не читаешь. Посмотрел Человека-паука, перескажи в классе. Не дни там... А потом раз так, и он хряк, и полный краш. Вот, чтобы этого не было, перескажи логично, связывая падежи. И мне очень понравилось, что сидели несколько молодых чиновников, бывшие учителя. Вы знаете, они слышат это все. Они меня спросили про букварь. Я рассказал вот о том старом букваре, который я когда-то учил. Я учил в сталинское время, азбога не было, бога сменили на буки. Азбуки, ведуя глаголю, добро, есть жизнь. Оказалось, некоторые не знают, что это была такая азбука. Вы знаете, по-моему, они прислушались. Наверное, будут подвижки. Но вот это замечательное явление, когда критикуешь, а тебя услышали. И вот тогда чувствуешь, что ты не зря это делаешь. Я не хочу входить ни в какую комиссию. Я им сказал, знаете, приглашайте меня, хоть пропуск мне выпишет. Я буду каждый день к вам ездить. Если я пригожусь, буду рад. И еще, привлеките еще таких же людей, как я, которым все равно, сколько ему нефти нальют, сколько газа сжиженому ему подарят для того, чтобы сделать бизнес. Привлеките истинно интеллигентных людей. Многие чиновники сегодня хотят что-то сделать, но у них недостаточно у самих образования. Вот что. И они не могут. Им нужны люди, которые бы, ну, рассказали, заполнили файлы. Вот так скажем. Мне кажется, что это желание обернется чем-то. Реформа будет, но не сразу резкая. И, кстати, все согласны, они, что экзамен ЕГЭ должен быть платным и по желанию. Это не должно быть. А я заставил внимание на следующем, что ЕГЭ – это не проверка знаний. Это проверка тонуса, мышления, быстроты соображалки. Но это не проверка образования человеческого. Смотрите, у нас хороший разговор состоялся. Так что не знаю, кто из них слушает. Они на работе все. Но привет вам, дорогие служащие министра. Не хочу вас чиновниками называть, потому что это плохо на вас скажется. Ну, накануне первого сентября – это наиболее актуальный, по-моему, разговор. У нас есть еще много тем. Но сейчас я, перед тем, как у нас начнется реклама, хочу спросить. Ребята, а вы собрали детей в школу? Реклама на юмор. Еще раз добрый день, друзья, и добрый вечер всем, кто присоединился к нам. Добрый вечер, потому что нас слушает наша большая страна. И на Востоке уже вечер. И доброй ночи вам, сахалинцы и курильчане. Максим, я сейчас прослушал «Такси-такси» песню. Моя первая шутка была в жизни про такси со сцены произнесена. Я был ведущим джазового оркестра Московского авиационного института. Мы в парчевых пиджаках все были. Я выходил и говорил перед лирической мелодией с «Серенада Солнечной долины», которую должен был исполнить оркестр. Видите, уже гой прогресс был. Я говорил, хорошо послушать романтическую мелодию о любви. Особенно, когда ты с любимой девушкой в такси. Ты сидишь с ней на заднем сиденье. Она ласково положила тебе голову на плечо. Звучит какая-то волшебная музыка. А она шепчет тебе всего лишь три слова. Сегодня плачу я. Шутка разрывала в советские времена зал просто. Насколько это было сильно. У нас есть звонок. Сергей, здравствуйте. Сергей, добрый день. Сергей, вы в эфире. Возможно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Михаил Николаевич, вопрос такой вот. Или предложение, как хотите. К чему нам... Да. Гаишник подошел и вырубил. Палки, какое же предложение поперек законов. За рулем не разговаривайте. Простойтесь еще раз набрать, потому что что-то заинтриговал насчет предложения. Да. А мне пришло сообщение сейчас интересное, что пять французов приехали в Москву, видимо, их водили по грибы, рассказали. А у них же грибы так не собирают, как у нас. У них шампиньоны и все. И они других грибов не знают. И приехали в район Бородино и заблудились в лесу. То есть мероприятие проведено, видимо, в честь годовщины битвы при Бородино. Это посвящено реконструкции Бородинской битвы в этом же году 200 лет. И, видимо, те французы, которые решили поучаствовать в этой реконструкции, заблудились по старой русской традиции, где-то под Смоленском. Ну, найдут, наверное, их там. Да, будем надеяться, что в честь годовщины их найдут. Нет Ульи, да? Сорвался звонок? Да, Сергей, да, у нас сорвался, к сожалению. Но ничего страшного, друзья, 0731, звоните на наш короткий номер с ваших мобильных телефонов. Только обратите внимание на то, что в автомобилях лучше пользоваться гарнитурами Хэнсфри. А вот у меня еще сообщение. А колобка отнести в категорию 21+. А это почему? Он что такого пакостного совершает? Какой-то дурной пример. А, нет, ну он же кусок хлеба по пыльным дорогам. То есть пыльный хлеб есть нельзя. Да вы знаете, под этот закон вообще все, что называете мне любое произведение, я скажу, почему его нельзя показывать. Если так расценивать, мы действительно догоняем. В Америке есть люди очень умные, разумные, интересные и серьезные. Вот один такой человек задал моему дочери моих друзей, которые учатся в Америке, вопрос. Она из Сибири. У вас минус 40. Посмотрите, какой... А, он спрашивает, я хочу... Вы из Сибири? Американец спрашивает, я хочу вам задать вопрос. Она сразу говорит, да, про медведей я знаю. Он говорит, не-не-не, я знаю, что это разводилово на Западе. Это страшилка для западных людей. Скажите, у вас бывают какие морозы? Она говорит, минус 40. Он говорит, ну это же очень холодно. Но вы ездите очень одетыми, да, в автобусах. Но когда вы идете по улице, вы одеваетесь, тепло, а потом приходите в автобус, и вы что, там раздеваетесь? Там же жарко должно быть. Смотри, смотри, какой логичный вопрос. Никому у нас в России он не приходил на ум. Но она классно нашла с этого. Она говорит, да нет, мы не раздеваемся, нет места. Дело в том, что у нас в автобусе специально поддерживается та же температура, что и на улице. И он говорит, у вас такая аппаратура хорошая стоит в автобусах. Он говорит, да, холодильники, просто супер наши автобусы. Но, с другой стороны, есть и другого рода примеры. Ну, смотрите, три поросенка же у них запрещено. Дурной пример. Волк ест свинину. То есть там и волк жрет зверей, да еще и свинину, что не политкорректно по отношению к иудеям и мусульманам. И у них сложа рядом. Белоснежка, семь гномов запрещено, потому что это гномы сделали одного африканцам, одного индусам, чтобы семь гномов, чтобы такая интернациональная команда была. А то и Белоснежка тоже нехорошо, когда есть афроснежки. И, ну, вот, вы зря меня зацепили этим законом. Михаил Николаевич, поэтому я потихоньку вас... Давайте переводить на другую тему. Это интернациональная команда от семи гномов к пяти кольцам, и это Олимпиада. О! Оба! Ну, что вам сказать? Я так злился, когда начал смотреть Олимпиаду. Я ведь в прошлом спортсмен. Ну, полупрофессиональный, вот так скажем. И, конечно, я очень люблю смотреть Олимпиаду. И поначалу меня больше всех раздражал Губерниев, который орал, Россия, мы приехали, мы в такой форме, запланировано столько... Скажите, как можно планировать медали? Ну, что же это такое? И, ну, еще больше раздражалось, что только мужики с Кавказа завоевывают золотые медали. Я даже написал, если бы Кавказ отделился от нас, он бы завоевал больше золотых медалей, чем Россия по первой части Олимпиады. Ну, потом пошло, поехало. А, ну, что показала Олимпиада? Что родина наша, плодородина до сих пор, она рождает таланты, которые созревают не потому, что о них заботится государство, а вопреки этому. Вот этот парень, который взлетел, взял высоту, вот как он взлетает? Вы знаете, у него, говорят, там в Финляндии какой-то случай произошел, что он чуть ли не поддатый вышел на поле прыгать в высоту. Михаил Николаевич, как вы себе представите, русский в Финляндии и не поддатый? Это для Питера так хорошо. Ну, это позор для русского. И финны не будут уважать. Но какой классный парнишка. А эта женщина, а эта девушка, которая взяла высоту, она говорит, я стал настраиваться и думаю, не возьму. И вдруг, вот как, это знаковые слова, гимн зазвучал. И я почувствовала силы и поняла, что возьму высоту. Вот я говорил, оставьте советский гимн. Я говорил в начале 90-х, когда реформаторы, демократы наехали на все наши эмблемы советские. Вот оставили не потому, что я говорил, я это понимаю. Но эта музыка замечательная. Она мощная. И она многим помогала. И что? Вот бегунья бежала. Она обередила даже америка-африканок. Она говорит... Афроамериканок. Афроамериканок, извините, да. Она стоит, ее снимают, интервью берут. Она говорит, мамочка, я победила. Она что, думала о Путине, о Кремле? Для них родина. Это сегодня... Вот говорят, у китайцев есть допинг. Есть. Это патриотизм. Они, как советские спортсмены, сражаются за Родину. А у нас Родины нет. У нас Родина проворовалась. У нас Родина это папа, мама, это иногда учитель в школе. Это любимая жена, это дети. Какая Родина может быть, когда воруют и подворовывают 80% населения? И когда всерьез перед Олимпиадой раскручивают форму, придуманную нашим олигархом, кремлелизм, и форма должна быть спортивная, а не олимпийская, красивая, чтобы потом продавать ее олигархам. И эта форма плохая. Она пестрит. Она годится для засиликоновых губ рублевских жен, чтобы такими губами в этой форме высасывать спонсоров. Это еще одна идея для чучела на огород. Да, вот я с губами сделаю такое чучело, чтобы отпугивало галок. Не галкиных, а галок. И вдруг наши начинают набирать, набирать. Вот это я, конечно, очень горжусь нашими спортсменами, но государству невыгодно выращивать. Нашему воровскому государству невыгодно сегодня выращивать спортсменов. Им выгодно, чтобы вся молодежь была дебильной, чтобы они сидели с мышками. Мы ж каблудили, а покупать легионеров. Легионеры дают бизнес. А спортивная молодежь, родная, бизнес они дают. Сегодня нашим властям неинтересно ничего, что не дает прибыли. Вот почему у нас спорт разваливается. Вот почему нас не уважают тренеров. Ну, что вам сказать? Если сегодня власть не прислушается к тому, что вот сейчас, допустим, мы говорим с вами, или более развернуть эту тему можно. У меня есть совет власти. Хотите взять много золота на следующую Олимпиаду, в Олимпийскую команду включите цыган. Они возьмут золото. Все Олимпийское заберут и привезут к нам в Россию. Им нужно тогда не много лошадей под капотом обещать, а по одной просто. Это все будет в порядке. Давайте звонок. Илья пробил сильно. У нас сорвался, к сожалению, звонок. Я прошу извинения у Галины. Если можете, дозвонитесь нам еще раз. Очень интересная тема о воспитании. Пока я просто хочу сказать, что у нас прошла на этой неделе довольно интересная информация о том, что Геннадий Андреевич Зюганов сравнил мумию Ленина в Мавзолее с мощами Ильи Муромца в Киево-Печорской лавре. Ну, я видел мощи Ильи Муромца, должен сказать, по размеру одно и то же. Я не знаю, где взяли мощи Ильи Муромца. Но там такие маленькие мощи. Такие. Я сначала, когда думал, что это Соловей-разводник, я в детстве видел эти мощи. Но комментировать это я не буду. Это сообщение есть сообщение. Да, ну просто опять поднимается эта история. Два богатыря. Не три, а два. Два богатыря, да. Ну, друзья, у нас сейчас подходит конец часа. Нам необходимо, к сожалению, Михаил Николаевич, поставить рекламную паузу, которая выливается в все то самое, что у нас, то, о чем вы сказали чуть выше. И все-таки мне хочется еще сказать, ну, ориентиры менять надо. Когда наш премьер, бывший президент Лайт, все время говорит о бизнесе и заботится о бизнесе, у меня к нему один вопрос. А вы не думаете, что кто-то еще работать должен в стране? Что вы все время нам про бизнес говорите? Это же неработные люди, которые не умеют работать. Все. Делают бизнес. Да, я успел вставить свой голос. Реклама на Юмор.ФМ. После этого поговорим о том, что было интересного на этой неделе. Еще раз здравствуйте, друзья. Программа «Неформат» продолжается. Мы работаем в прямом эфире. Я помогаю вести программу Михаилу Николаевичу Задорну. Меня зовут Максим Завелин. Я продюсер радиостанции Юмор.ФМ. Собственно, на этих птичьих правах я и позволяю сейчас вывести к нам в эфир Сергея из Белгорода. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, Сергей, слушаем вас. Вот по образованию вопрос такой. Зачем образование 11 лет учиться? Просто можно же было до 8 лет. Ну вот как по-старому я по-старому все сужу. До 8 лет. Общеобразовательное, а дальше или средне-специальное по желанию, если есть ум в колледжике, в институт. Смысл рабочему учить интеграл и квадратный код. Зачем? Спасибо. Вот такой вопрос у меня. Зачем? Да потому что это развивает мышление, развивает причинно-следственные связи. Человек, который умеет считать, он так быстро не пропадет в жизни, не затеряется, его жизнь так быстро не сомнет, как того, кто не умеет считать. И поэтому вот такая придумка, мол, каждый должен только своей профессией владеть, это разделение человечества на механизмы, на гайки, винтики и шпунтики. Если вам хочется быть шпунтиком и винтиком, конечно, вам можно и вообще образование не получать, а просто научиться делать свое дело. Например, работать на станке протяжного механизма и хорошо зарабатывать. Но я лично считаю, что люди счастливы бывают, когда есть образование. Вот хороший звонок был от Галины, но он сорвался. И Галина, ну, сорвался, она не дождалась просто в эфире. Она очень хорошо сказала, а зачем вообще такие законы, когда родители должны заботиться о детях? Ну, хорошо сказано, но мы не можем надеяться на всех родителей. Хотя, Максим, я в Министерстве образования говорю, вот вы знаете, как ориентироваться? Они меня спрашивают, а как технологии, на ваш взгляд, выработать? А я, знаете, что ответил? По-моему, правильно. А какие технологии? Вы ориентируетесь на то образование в стране, должно быть такое образование, которое вы хотели бы дать своим детям. И вот тогда вы точно будете знать, чего должно быть, а чего не должно быть. Ведь прошлый состав министерства что делал? Вводил реформу, а детей это слал за границу. Он не хотел, он, он, министр, я уже не про Фурсенко, а я про всю команду. Они не хотели, чтобы их дети учились здесь, да? Вот, что показывает лживость той реформы, которую ввели у нас образование. Галина хорошая сделала замечание. Дети, родители, восстановить семью, а для этого причина следственной связи должна быть государство. Это семья, а не Кремль. Ну да, и Сергей все-таки, наверное, говорит о таком американском подходе, когда, ну, получается общее образование, а дальше ты учишься по специальности. А ведь советская система была всегда ориентирована на то, чтобы человек был разносторонне развит. Другое дело, что специально образование надо давать, когда учатся в институте. Я каждое лето проходил на авиационных заводах практику. Я знал, я отличие фланца от шестеренки, между прочим. Но американская система ведь, знаете, вот врачи, американская система, он знает все по правой ноздре. А вот что в левой, он не знает. Он лечит правую ноздрю. У них четкое разделение, потому что страховки по правой ноздре. Человек, который лечит, у них уха, горла, носа нет. Вы знаете это? Потому что это много. Ухо, горло и нос один освоить не может. Доходит до того, что врач уха, горло и нос послал свою жену лечить предстательную железу. Потому что после... Не лечить, проверить. Потому что закон вышел, все должны проверять после 50 лет предстательную железу. Так врач, ухо, горло и нос не знает, что, да, не ухо, горло и нос, нос или ухо отдельно там, да. Вот к чему ведет недообразование. А я не хочу, чтобы в России вот такие были ухо отдельно, горло отдельно, нос отдельно. Мы же все-таки не в стране Чикатило живем. А это расчлененку напоминает. Михаил Николаевич, у нас эхо Олимпиады. Просто Павел из Москвы пишет, по-моему, замечательную шутку. Михаил Николаевич, а вы знаете, что огонь Олимпиады в Сочи зажжет падающий спутник? Ой, ну вообще с этими падающими спутниками вообще, ну такой позор. Вот как может, какое чувство патриотизма может быть у людей, если мы спутник запустить не можем? А почему не можем? Да проворовались. Я, когда говорят честные выборы, а мне говорят, выборы нечестные. Я говорю, ты себя в зеркало видел? Ты знаешь, что ты тоже воруешь, налоги не платишь? Ты что, требуешь честных выборов? Каким образом? Вы все воруете. Вы сначала прекратите сами воровать, чтобы общество созрело для честных выборов. А то каждый ворует на своем уровне. Один ворует пирожки в пирожковой своей, а депутат железную дорогу ворует. Михаил Николаевич, хорошо, я верну вам вашу авторучку, которую вы как бы забыли у меня в кабинете. Вот она, держите. Да я и к себе тоже адресую это. Что у меня греха не было в жизни. У нас есть звонок от Александра, он нам звонит из Тюмени. Александр, добрый день. Добрый день, Михаил Николаевич, хотел бы задать такой вопрос. В интернете существует ресурс «Самый сзад». Там очень много встречается талантливых людей, буквально от 15 до 80 лет. Все выкладывают свои стихотворения, поэмы, рассказы, романы в абсолютно разных областях. И глядя на то, на комментарии, на оценки, которые оставляют люди, замечаю, что очень много людей на самом деле читают. Хотел бы вот узнать ваше мнение по поводу вот такого вот ресурса, и нужно ли было делать их больше, или там вообще он не нужен. Мне нравится такой ресурс, потому что на нем скапливаются, там появляются и талантливые, и графоманские произведения. Я смотрел на одном сайте стихи, мне далеко не все понравились, но там были хорошие. И народ сам должен начать разбираться, что нравится, что не нравится. Знаете, мне это, честно говоря, нравится. Мне другое не нравится. Мне не нравится, что зачастую рейтинг таким произведениям дает пошлятина, и дает смурнятина и чернуха. Вот опять-таки, я все про своих знакомых. Мне же знакомые рассказывают из своей жизни случаи, да, там полузнакомые, четверт знакомые. И вот один говорит, внук, внук, бабушка полезла помыть стекло, а он стоит и смотрит, она не может слезть с подоконника. А он фотик приготовил, что она упадет, и он ее сфоткает. И она оступилась, он сфоткал и выложил в интернете. И еще смотрел, как она пытается встать, фоткал. Представляете, вот, вот это уже, у каждой палки есть начало, конец, вверх, низ, черное, белое существует у каждого явления. С одной стороны, явление, что в интернете можно все выложить, меня воспитало. Мне приходят письма от очень умных людей. Я познакомился с очень умными людьми, но я тропинки протоптал себе сам, потому что я этого хотел. А когда тролли протаптывают себе тропинки, мне их жалко. Ну как может, вот результат недообразования. Какой? Тролль. Он, у ее образования хватает только, чтобы нагадить. И единственное удовольствие, представляете, как жалко людей, которых единственное удовольствие нагадить другому. Это же какая смурнятина, а не жизнь у них получается. Это действительно мозг на атоме распадается. Ну как, вот я попытался... Михаил Иванович, вот мы так медленно и перешли к девушкам из группы Пусси Райт. Да, а я еще спрашиваю своего знакомого... Да, 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 к троллям. А я еще спрашиваю своего знакомого, а если бабушка не упала, ну там поскользнулась чуть-чуть, он говорит, он бы ее столкнул и заснял. Вот, да что, доехали, да? Ну да, это все, конечно, шутки, но по поводу Пусси Райт, которые стали таким событием, прямо скажем, в нашей летней истории... Да, раскрутило их наше государство. Оно начало их обвинять в нарушении государственных законов, за них стали застук... Знаете, мне это напоминает, как Солженицына раскрутили наше во всем мире. Его бы никто не знал. И если бы все прочитали, сказали, ну вот это мне больше нравится в круге Перм, а мне раковый корпус, поспорили, и все. А так его выставили из страны. Вы думаете, вот я многих американцев знаю, хоть один читал Солженицына, все американцы знают, кто такой Солженицын, но ни один не читал. И они знают, что ему дали Нобелевский премьер за то, что он сражался против советского государства. Я думаю, что с Пусера это такая же премьерная история, никто не знает даже вообще их песен. Правда, величины несравнимые, честно говоря, но вообще-то та же самая ситуация. Вы их раскрутили, они теперь известны во всем мире. Ребят, друзья мои, неужели вы не понимаете, то, что они совершили, это грех? Это грех духовный. Это вопрос души, а не туловища. Туловище не должно страдать в тюрьме от того, что они осквернили собственную душу. Несколько дур, полнейших, кромешных дур. Их вообще надо было простить. Это было бы самым страшным для них последствием. Они бы мучились, потому что тот грех... Потом, как может суд государственный защищать Бога? Бог не нуждается в защите мирского суда. Он разберется с грешниками. В результате Мадонна, Маккартни приехали. Защищать... Большинство у нас... У нас есть люди, которые реально их защищают, но не знают даже названия их. Ведь пуси, это понятно, это женский половой орган. Мне пишут, как вы смеете их оскорблять в интернете? Это киска! Ребят, вы образование, отвечаю тем, кто спорит со мной в этом смысле, вы образование получили по мультяшкам, между прочим. Кроме того, рай. Это не то слово рай, о котором вы думаете. Это означает мятежный, бунтующий, бушующий. И в одном из словарей 30-х годов, до гитлеровских, где не стеснялись слова арийский, в английском словаре я прочитал. Райт, вот в том написании, которое оно у них, означает орать. От арийского орать. Это орущий женский половой орган. И что, собственно, они подтвердили? Ребят, оставьте их в покое. Им будет очень тяжело в жизни искупать этот грех, который они совершили. Это вопрос общения с Богом, вопрос души. Но они теперь будут героини. Больше всех, заканчивая эту тему, хочу сказать, больше всех один, лучше всех догадался на них заработать один из мужей, кого-то из них. Я не знаю, кого. Я не фан этой группы. Он зарегистрировал название Паусси Райт на, ну где там, в охране авторских прав. И теперь ему с каждого произнесения публичного капают бабки за это. То есть, гениально, идеальный муж, баба, жена в тюрьме, бабки капают. И вообще это все превратилось в бессовестнейший бизнес со всех сторон. Я был в Германии, когда показали по Евроньюз. И со мной в гостинице смотрели англичане-туристы, которые были в этой же гостинице. Они так хохотали. И они говорят, в России за бешенство матки судят людей. Они вообще не въехали в тему. Так что, друзья мои, это вопрос души, а не государства. Государство и церковь должны быть разделены. Друзья, мы вернемся в студию буквально через пару минут, чтобы продолжить этот разговор. Друзья, добрый день. Продолжается программа «Неформат» в эфире Юмор.ФМ, в прямом эфире. И я зачитаю несколько смс-сообщений, которые вызвали у нас такое живое обсуждение сейчас в студии. А Михаил Николаевич, вас я попрошу тогда прокомментировать. Вот смс-сообщение замечательное, правильное. Отец пишет, собрал ребенка в школу, 30 тысяч рублей выложил на то, чтобы его собрать ребенка. Ну, стыд и позор государству, в котором такое количество нефти и газа, чтобы ребенка собирать на такие деньги в школе. Друзья мои, я в советское время жил, мне вдвойне стыдно. Об этом речи не могло быть. По телевидению идет реклама, что, оказывается, пожалуйста, кредит предоставляется. На то, чтобы собрать ребенка в школу. Вы знаете, как мы в советское время называли бизнесменов? Не было этого слова. Спекулянт. И это считалось позорным. Наша страна в руках спекулянта. Из Новосибирска замечательный звонок был. К сожалению, в это время была реклама. Но мы не можем соединиться с Александром. Поэтому я просто озвучу своими словами. Он... У нас есть, да, есть этот звонок, да, нам показывают. Выведем в эфир. Да, Анатолий Новосибирск. Анатолий, да, здравствуйте. Анатолий, не Александр. Анатолий, вы в эфире. Да, здравствуйте. Михаил Николаевич, значит, не вопрос, а такое вот наблюдение по поводу того, каким должно быть образование, да. Есть замечательная книга, замечательный автор, Жуль Верн. Анатолий, называют «Саинственный остров». Один из главных героев сам Сайрос Мин. Да, группа людей попала на необитаемый остров. И настоящий инженер Сайрос Мин, благодаря своим знаниям, делал буквально из камней, да, покорил природу и санкнул целую индустрию. По переработке железа, по добыче угля. И до тех пор, пока наши инженеры будут выходить какими-то торгашами из института, да, менеджерами, как это сейчас принято говорить, до тех пор у нас будут падать спутники, до тех пор будет у нас делаться «Лады Гранты» и «Лады Калины». Вот до тех пор, как только мы перейдем от того образования, которое нам навязывает сейчас наше правительство к старому советскому образованию, когда инженер выходил действительно инженером, и он умел не проводку везти, не кирпичи класть. Вот тогда у нас наладится и промышленность, и бизнес, и все-все-все. Я, Анатолий, считаю, что я даже не буду ничего добавлять. Я то, что вы сказали, запомнил. У меня память замечательная. Я в Министерстве образования просто воспроизведу все, что вы сейчас рассказали нашим радиослушателям. А еще лучше дать книжку прочитать «Жуга Верна, Танис и Милоскоп». Да, конечно. Будет откровение. И знаете, что приятно, что он, Анатолий, судя по всему, человек не моего возраста, голос достаточно молодой. Значит, еще есть такие в стране российской, выражаясь, такие люди в стране российской есть. Да, Анатолий, спасибо большое. Кстати, вы из Новосибирска, да? Да, да, да. А вы знаете, что Жульвер написал про ваш соседний город Омск книгу? Нет, нет, не знаю. Там герой у Жульверна Строгов. Это так интересно, как он воспринимал город Омск. Прочитайте, видите, и я сгодился в этом звонке уже вам. Хорошо, спасибо. Мы отключаемся, мы продолжаем. Низкий поклон вам, Анатолий. Да, мы продолжаем. Есть несколько еще сообщений. Некоторые из них просто чудесные. Судя по тому, сколько людей вступило в МММ 2012, я думаю, что выборы прошли честно, пишет нам абонент из Липецкой области. Но я бы сказал так, вот когда я услышал, что МММ организовалось, я, честно говоря, опух всем своим организмам. Ну, я выражаюсь политкорректно, за слово опух меня не засудят. И я тогда, по-моему, точно тоже на сцене сказал, вот я понимаю, что только русский человек может в третий раз понести деньги в одну и ту же черную дыру. Но жулье жульем, МММ, ну какая-то альтернативная единой партии России нужна. Вы знаете, кстати, что три беды у нас теперь есть? Три беды есть. То есть, дороги, по которым люди идут голосовать за единую партию России, те, кто идут голосовать за единую Россию, и сама единая Россия. Три беды и два богатыря. Мы сегодня выяснили. А Анатолий еще сказал Лада Калина. Вот как он точно запараллелил? Лада, извините, Лада Калина, вся эта Лада. Знаете, как буква Д часто произносится в других языках? Же, Анатолий Калина, Лажа Калина, Лажа Гранта. Новая ведь сейчас в выходе? Да, я пытаюсь найти эту новость, к сожалению, не могу, но тем не менее, я ее процитирую близко к тексту по сообщению агентства Интерфакс. Волжский автозавод, автогигант, будет выпускать новую машину, которая будет называться Эль Лада. Эль Лада. И я добавлю. Это электромобиль. Электромобиль, да? Вот, а я теперь добавлю, вот больше всего сейчас, тяжелее всего инженерам, которые делают эти новые модели, потому что им каждый раз приходится придумывать, Максим, новые названия для старой машины. Они истощились на придумке, но они обещают, что они придержатся традиции, и следующая модель будет хуже предыдущей. Да, ну... Нет, мы будем верить, на самом деле. Лада Дэнс, надо Ладидэнс подарить. Лада Дэнс, прекрасная машина, да, а еще она танцует. Или зато она танцует. А Путин же любит все, что Лада, все модели. Ему надо с Ладидэнс познакомиться. Не тестировать, нет, нет. Извините, все, проехали, все, закончили. Давайте следующую. Краш-тесты Ладидэнс. Ладидэнс. Но! Краш-тест Ладидэнс. Максим, хорошая шутка. Я можно буду использовать на концерте? У меня на днях концерты будут на таганке. Я обязательно вот это вот, то, что мы сегодня наговорили, я обязательно воспроизведу кое-что. Михаил Николаевич, концерты концертами, но ведь вы были заняты очень серьезным делом, и поэтому не появлялись в нашей студии пару недель. Не пару недель, я месяц был в Германии. Вот спросите меня, что вы там делали? Михаил Николаевич, у меня есть вопрос. Да. Что вы делали в Германии целый месяц? Я снимал культурное прошлое славян-русов. Вот низкий поклон немцам. Они раскопали наше славянское прошлое до Новгорода за несколько столетий. Вы представляете, в Германии восточной, в северной Германии, ну, большей частью восточной, 500 деревень раскопано славянских. Вот никто же этого не знает, что там жили славяне западные, модричи, палапские, лужичане. Там, в принципе, германцы не жили. А чем они занимались? Там есть озеро Ильменау. Ильменау. А у нас Ильмень. А знаете, что делали на озере Ильмень рядом с Новгородом? Варили соль. Берут пельмень. Ильмень это разлиман. Ильмень, наши ученые-этимологи, давайте из финского выведем, из шведского. Ребят, шведского языка тогда не было, когда озеро уже Ильмень называлось. Но вы имеете в виду норманисты наши ученые? Норманисты. Ну, большинство из них сегодня придерживаются этой позиции, потому что она выгодна, эта позиция. Мы, может быть, ее коротко напомним, чтобы наши слушатели понимали, в чем разница. Ну, есть... Ну, давайте. Да, есть ученые-норманисты, которые придерживаются... Мнение, что первые князья русские были шведами. Да, были призваны из варягов, а варяги это были шведы. А Михаил Николаевич сейчас снимает большой фильм документальный про времена Рюриков, про времена прихода как раз викингов, так называемых, на Русь, в котором доказывается, что это был никакой не приход варягов или шведов, а это были наши русские племена, которые таким образом объединяли. И я поехал на те места, откуда они пришли. Но давайте тогда, если у нас реклама, давайте вернемся к этой теме, потому что там есть такие моменты, после которого спор норманистов и антинорманистов бессмысленен, потому что нельзя спорить с норманистами, нельзя спорить с дыркой от бублика, нельзя спорить с рукавами от жилетки. Этого просто нет. Есть совершенно другая наша быль. Но давайте уже после рекламной паузы, сейчас про импотенцию, про потенцию, и мы вернемся к главной потенции истории нашей Родины. У нас, может быть, и плохо пахнет изо рта, но потенция, все в порядке. Друзья, рекламная пауза на пару минут, после чего мы вернемся в студию. После короткой и очень актуальной в русле нашего разговора рекламы, мы, Михаил Николаевич, переходим дальше. Я просто хочу прочитать сообщение из Москвы от Павла, который, продолжая вашу мысль о том, что было поколение Пепси, сейчас, говорит, оно превратилось в поколение Тангата Ли Плюс. Остроумно очень. Мы вообще можем такую игру затеять, какое сегодня растет поколение. Поколение Карпаччо, там можно поколение попкорн, там много чего можно называть, на чем выросло. Поколение мышек, ну, это пускай наши слушатели этим займутся и разовьют фантазию. А мы давайте вернемся к этой серьезным разговору. Так вот, интересно, вот вы сказали, варяг, викинг, но никто не понимает, что варяги никогда не были скандинавами. Варяги чисто русское слово, так же, как слово ильмень. Почему озеро Ильмень надо выводить из финского, тем более никто не знает, как финны в то время говорили. И называли их сами. Это было братское нам племя или народ, вот так вот скажем. Сами, суоми. Суоми, сами. Ильмень это лиман. Лиман и Ильмень означает море разливанное, разлиманное. Это там, где немножко разлилась река. И озера часто называли Ильмень. Там была соль. Вот теперь давайте по-русски вернемся к слову варяг. Трудится трудяга, работает. Варяга, работяга, дела делает. Деляга, а варит соль. Варяга. Варяги были изначально варщиками соли. Но вокруг Ильмень, вокруг озера Ильмень, 20 деревенек и поселков с корневым названием Рус. Русские, русота, очень много. Итак, варяги Рус вокруг Ильмень жили задолго до Новгорода. Видите? Лень взглянуть людям на топонимику. Что такое топонимика? Когда приходит новая власть, она у нас все время приходит, в течение тысячелетия, они переименуют улицы, памятники ставят, головы откручивают новые, прикручивают памятникам. А не догадываются, народные названия переименуют. Народ правителей не интересует, тем более свой. И сохраняется правда. Но призывать сельменя, варягов, варщиков соли бессмысленно. Новгород рядом. Призвали из-за моря. Вот я за море и поехал. Торговцев называли по-русски заморышами. Это не значит, что Швеция за морем. Кстати, Швеция не за морем. Можно пешим путем прийти. Говорить, что Швеция, потому что призвали варягов, как по летописи из-за моря, что варяги значит шведы. Извините, это то же самое, что Потапов, как и Настя Ковальчук, песня. Ты в Торонто, я в Майами, между нами океаны. Это такое же знание географии, между прочим. Я поехал куда? Это местечко в Германии, Эльминау и озерцо Эльминау. Эльмень называется по-славянски. И там еще до Рождества Христова варили соль. Вы представляете, какое совпадение? Два озера, и никто сегодня не обращает на это внимания. Так вот, те, кто варили соль и назывались варяги. Но чтобы соль продать, надо же продать, это дорогой продукт. Что такое соль? Почему рассыпал соль к соре? Да дорогой продукт. Сегодня нефть разольет одна команда, ей такое накидают, между нами вставляют. Соль нефть того времени. Поэтому жена рассыпала соль в ухо получи. И отсюда вот эта примета, рассыпала соль к соре. Надо продавать. И постепенно те, кто варили соль варяги, стали купцами варягами. А те, кто торгуют, должны защищать свой товар. И варяги-купцы стали бойцами варягами. И было государство, и место вокруг Эльминау, где варили соль готовы, как называется, сегодня, варен. Эльминау, это провинция Германии. А там на старой карте, средневековой, написано, государство Варангия. Это на местах славянских... Я стою на автобусной остановке бывшего государства Варангия и Померания. Кстати, Померания тоже по морю. Это славянское название. Никто же не обращает на это внимание, что город Росток назван славянами. Растекается река. Устья называлась Росток. Росток очень известный, действительно, поскольку это порт. И туда приходит большое количество паромов и лайнеров. Росток очень известное место в мире. И для меня всегда было удивительно, почему Росток такое ненемецкое название. Потому что она славянский. Это немецкий порт. Максим, а вот я стою на остановке автобуса. Там северная Германия. Просто совсем Германия. И читаю... Да, читаю название городишки. Рантов, Бантов, Плесов, Седов, Кустов, Нью Кустов, Рогов, Русов. Это я еще не все вам назвал. Вот так немцы разъезжаются на автобусе на работу. Кто в Кустов, кто в Рантов. И там есть даже город. Мы сняли этот город. Раскопки. Рерик называется. Рерик на славянских языках означало «сокол». Гитлер назвал город Рерик. Вернул старое название. Он не знал, что это слово славянское. Он не догадался посмотреть это. Он решил, что это слово немецкое. А до этого, до Гитлера, назывался город Ольденбург. Староград. Перевод славянского. Итак, этот город сначала назывался Рерик. Потом Староград. Потом Ольденбург. И Гитлер вернул Рерик. На пряжках. Раскопанных. В этом городе сокол на пряжках воинов. Вы представляете? Все. Сокол пикирующий, который на гербе Украины. Сегодня. Вот какие. Мы были. Мы засняли славянскую деревню. С избами. С ремеслами. Какая высочайшая культура. Немцы все восстановили. Они восстановили одежды тех славян, которые там жили. За три-четыре столетия до Новгорода. Максим. Один к одному одежда новгородских купцов. Позже. Произошло объединение. Русь образовалась из следующего. Произошло объединение. Восточных славян с западными. Германцы стали завоевывать западных славян. И как поршнем начали выдавливать. Они разгромили государство Варангия. И варяги ушли к жителям островов Балтийского моря. Они назывались русы. Вот так восстановилось понятие варяги рус. Мы. Я взял интервью у археолога, занимающегося подводными. Ни одного судна на славянских реках не поднято скандинавского происхождения. Все славянские. А выражение из варяги в греки летописное. Если ни одного судна скандинавского, а этим гудем ходили варяги. Кто варяги тогда, если все суда славянские? Мне ученые говорят, а вот посуда или оружие. Оружие в Новгороде больше частью скандинавское. Ребят, если сегодня и через 500 лет, друзья мои, раскопать оружие в Африке, все русские в Африке жили. Потому что там сплошной автомат Калашникова будет. А если, а посуда, если раскопать через 500 лет Москву и пытаться по посуде установить, кто населял Москву. Максим, китайцы жили в Москве. Вся посуда китайская. Это все очень не точно. Надо пазл составлять и все. И мы сняли фильм. Мы сняли фильм, откуда есть пошла земля русская. Об объединении западных, восточных славян. Поршень германский начал давить, завоевывать плодородные, нефтяные земли, если считать соль белым золотом, то, что сейчас происходит. И объединилась мужская энергия западных славян, которые уже войной были, ну, были воспитаны, они умели воевать. Женской восточных славян, земледельцев. И образовался кулак. Вот этот мощный кулак, который стал позже России, и всегда в нужный момент умел сжиматься и давать по морде февтонцам-натовцам. Вот о чем фильм. Он выйдет в октябре месяце на РЕН-ТВ. И там много... Там вот... Можно сказать, я придуриваюсь, называете. Там это все показано. Там вот видно это все. Все-таки зрительный ряд очень важен. На самом деле, да, это очень важно, потому что вы на протяжении многих лет исповедуете эту теорию, которая сейчас подтверждается еще и практическими вещами. И очень часто я, например, слышу, ну, да, Задорнов там все время свою тему оседлал, и вот он пошел. Но многие, ну, не имеют возможности общаться с вами так, как общаюсь я. Я вижу, что вы это делаете очень искренне. И те находки, которые вы делаете в течение своей жизни, включая командировки, свои творческие там, поиски и так далее, они вам, я вижу это, они позволяют понимать, что вы находитесь на правильном пути. Михаил Владимирович, мы, вся радиостанция Юмор-ФМ поддерживает вас. Вы мне помогаете и честь и хвала. Ко мне подошел немец на востореконструированное славянское деревне. Мы ведем съемки, подходит немец, сам простой немец. Ему сказали, съемка, Россия. И говорит, скажите, почему мы воюем? У нас душа одинаковая. Немец простой. Он не знает, кто я. Он понимает, что известный человек. А я ему вот эту теорию, что мы все одного корня были прославяне, заселяли большую часть материка, боятся сказать слово прославяне, говорит, индоевропейская общность. Мол, никто. Размазали наше прошлое по всему материку. И когда я ему стал рассказывать, я ему говорю, кельтов и венедов не отличали греки. Кельтов и германцев не мог отличить Цезарь. В энциклопедии написано, венеды славяне. Ребята, это все одно и то же. И вы можете, даки, это теперь румыны говорят, что они от Рима произошли. Им очень не хочется от славян происходить. Они теперь придумали себе новую историю. На самом деле это все говорило на одном языке. Что такое бург? Бург это обережный вал. А перешло в слово возвышенность, гора. Град это огороженной славянской темой. Там, кстати, очень много гардс, городишек. На немецком гардс называется. Это город. Но город это огораживает от зверей, от воров. А бург это вал. Это воевать начали. Вот так гардсы превратились там в бурги. И я этому немцу когда начал говорить, у нас язык один, свинья, швайн, бург, оберег. Я много примеров еще привел ему, как из праславянских слов. Главное, он понял на английском и объяснял славянско-германские цепочки. Что такое немецкий язык? Немецкий язык был придуман в 19 веке. Его не было. Это был язык разных племен. Их собрали и сделали вот этот государственный язык. И я ему в конце сказал фразу, которую я очень горжусь по сей день. Я ему сказал, последняя война была не мировой, а братоубийственной. Она гражданская война. Мы одного корня. Вот это он. И смотрю, у него так даже чуть вот слеза не потекла, как будто он сейчас кольцо небелунгов будет слушать. Я представляю себе этого немца. Он, наверное, вытащил, сдал свое оружие. А бейное вам капитулировал. Ну, на самом деле, да. И удивительно, что... Вот почему наши ветераны с немецкими ветеранами на Мамаевом кургане пьют. Ты в меня стрелял? Да. Молодец, что промахнулся. Давай, выпью. И вот... Потому что родовая память искрит. А варяг... Почему? Знаете, где родовая память сыскрила на слове варяг? Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Во времена русско-японской войны именно матросы варяга отличились таким геройством, что вот эту песню написал немец. Вот эти слова, дорогой не сдается наш гордый варяг, написал опять немец. В немцах искрит наша прославянская память. Если немцы напьются пивной, от наших отличить невозможно. Рожи красные, носы картошкой. И большинство русские вот только встанут, как будто их на какой-то тренажере дыби вытянули по сравнению с нами. Ну, люди кегли такие. Да, такие, которые сшибать легко. Знаете, им понравилась теория, что мы одного корня. Всех немцев очень трогает это. Они отвоевались. Им здорово это надоело. Ведь война это политика, а не народ. Друзья, у нас реклама. Через пару минут мы в прямом эфире Юмор-ФМ. Денис из Нижнего Новгорода. Михаил Николаевич, бензин опять подорожал. Как насчет президентского срока? Срока президенту за это? Я бы так на его месте не шутил. Да, это такая серьезная заявка. Ну, видимо... Ну что, ребят, все начнется сейчас, друзья мои. Начнет все дорожать. Квартиры, бензин, воду сделают платной. Все, сейчас распояшется. Я не знаю, как это сказать. Распояшется власть. Как сказать по-русски? Как сказать по-русски нам? Ну, распахнет свои дружеские объятия. Вообще стыдоба. Есть одно сообщение, не очень веселое, но по теме нашего сегодняшнего разговора. Что и говорить? Мы говорим о детях, у которых есть родители. А что делать детям из детдомов? Везу 15 детям все необходимое для школы. Позор руководству страны Рамиль, Москва. Да, представляете, Рамиль. В Москве Рамиль помогает нашим детям. Ну, что ж, здорово. Михаил Николаевич, а как теперь... Здоровья тебе, Рамиль, и впредь. Чтобы у тебя был такой заработок, чтобы ты каждый год мог это делать. И будет очень хорошо. Из Москвы пришло сообщение, тоже мы об этом сегодня говорили. Вы говорили про попсу. И вот пишут нам, Михаил Николаевич, а как теперь будут песни звучать, если там только и слышны одни вульгарные слова. А как же дети, а как же закон? Спрашивает Полина. Ну, мы об этом уже говорили. Более того, они не только звучать не должны, еще и показывать не надо тех, кто поет. Чудесное сообщение из Москвы, позволю его себе немножко сократить. Михаил Николаевич, а нет, прошу прощения. Девушка пишет. Михаил, вы проводите встречи с молодежью? Если да, то когда? И почему на них не приглашаете меня? Аня, город Москва. Она вот таким интимным пишет, да, как бы голосом. Ну, я немножко сыгрался. Почему не приглашать меня? Аня, я приглашаю, встречи я провожу, но без афиш. Это бывает в библиотеках каких-то. Честно говоря, надо отвечать мне вам конкретно, поэтому пишите на мою почту, присылайте такой вопрос и ответим вам, когда будет такая встреча. Я больше всего таких встреч провожу в Риге, потому что там библиотека, ту, которую я содержу и помогаю. И там мы проводим встречи с молодежью. Действительно, это интересно. Мне очень интересно. Вопросы молодых задают. Какая пытливость ума. О, минуту возьму у вас. Значит, да, я просто хотел сказать Ане, что вы ей дали такой долгий развернутый ответ ехать в Ригу. Аня, я провожу встречи по средам на Курском базале под табло в 16.00. Это еще более конкретно. У молодежи очень пытливый ум, но у них нет непрерывности мышления. И когда мы с ним встречаемся, я вижу, что это восстановить можно. Не страшно, не все потеряно. Одна мне тоже, вот как Аня, молоденькая. Как Аня. Хотя я не знаю, сколько Аня лет. Как Аня. Она мне говорит, а вы знаете, почему двигатель на Аполлоне сделан вот там 4 фута 20 дюймов? Ну, 9 дюймов или 28, я не помню. Я говорю, нет. Как не стыдно, вы авиационный инженер. Я говорю, а вы откуда знаете? Я докопалась. Но меня потрясло. Дело в том, что два двигателя везут в связке. И туннель, по которому везут, больше не пропускают. А туннель сделан по расстоянию между рельсами. А рельсы расстояния сделаны по рельсам, которые были у трамвая заложены. Сначала первые железные дороги, они были заложены, как у трамвая рельсы. А рельсы были заложены на расстояние, я не знаю, что с вами будет в конце, как у конки. То есть, колея конки. Так сделали рельсы в свое время. А конка была сделана, как колесница, по типу колесницы. А ось у колесницы, римской и греческой, была сделана так, чтобы две задницы лошади влезало. И поэтому двигатель Аполлона сделан в таком размере в зависимости от двух задниц лошади. То есть, по большому счету, это две космические лошади. Максим, это мне выдала молодая женщина. Смотрите, вот работает, и все, жив курилка. Есть еще один вопрос, ближе уже к концу нашей программы. И задает вопрос абонент из Санкт-Петербурга, к сожалению, не подписался. Вы поддерживаете Дроленкина, что все языки произошли от русского? Не Дроленкина, Драгункина. Ну, Дроленкина пишет... Во-первых, да, друзья мои, не обеззывайте моего доброго знакомого Драгункина Дроленкина. Я расхожусь в формулировке в это. Я считаю формулировку некорректной, что все языки произошли от русского. Вот почему. Потому что русских тогда не было. И тот язык, который назывался русским, в то время звучал по-другому. Но то, что от одного языка произошли все языки, это я поддерживаю. И через русский сегодняшний можно угадать тот язык. Потому что он хранит, русский, тот язык природы, который я бы назвал прославянским. Потому что и слова «славяне» не было, надо быть корректным. Если я... Все-таки надо прислушиваться к научным терминам тоже. И я бы предложил так, вернуть слово «ариец» исходное на исходный смысл земледельца, мирного жителя, и говорить или арийский, или прославянский. Вот так вот скажем. Вопрос в терминах. Но говорить, что от русского, я не буду так говорить. Но имеется в виду «ария» как поле, да? «Ария», да? «Ария»? «Ария» — это место, пространство. «Ар» — это земля, согретая солнцем. «Ра» — это солнечный свет. А «ар» в первом языке, в «ра» языке. А «ар» — это земля, согретае солнцем. «Арать» — это пахать. А «перекуем мечи на орала» — это означает, не будем воевать, будем землепашествовать. И арии изначально земледельцы, заселявшие весь материк. Из них потом выделились кочевники и так далее. Об этом сейчас говорить не будет. Еще одно сообщение. Интересно, а песню «Гей-славяне» уберут из эфира в связи с законом? А «Гей-славяне» вообще-то к гей-парадам подходит песня. Ну, вообще геи — это же веселые, да? Веселые славяне. Гей веселый и очень подходит к этому слову «гей», да. А «голубой» на английском «блугрустный». Все точно. И то, и другое. То есть с точностью, да наоборот, у нас с ними. И вот буквально крик души в финале программы. Здравствуйте. Интересная тема про новый закон. Узнает о нем Толян. А в пробках в последнюю неделю без ругательств просто нельзя. Как же быть? Из Москвы, пишет нам Анатолий. Ну, правда, в Москве просто катастрофа в последнее время. С пробками все вернулись, транспортный коллапс. Я думаю, что мы сможем это впоследствии еще обсудить. Но вот вы к нам... С Москвой надо... О Москве надо обсуждать. Вопрос, связанный с Москвой в следующей передаче. Но я сегодня приехал в Москву, и первое, что мне сказали — квартиры подорожали. Даже для меня это серьезно. А я пока зарабатываю, и я справлюсь с этим. Но как будут жить люди, я, честно говоря, не представляю. Если бы у меня были деньги, я бы помог всем. Но у меня такого количества денег у меня нет. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы были все это время вместе с нами. Анекдот под конец, любимый. Прекрасный. У меня любимые анекдоты — это короткие и рассказанные, ну, вот, за последние три дня. Встретились две планеты. Одна говорит, у меня так плохо, а что с тобой? Человечество завелось у меня. Вторая говорит, да не волнуйся, у меня уже было, само прошло. Дай бог, чтобы мы, друзья, к этому не пришли, а все-таки оказались разумными. Вы, помните, говорили об отличии ума и разума. Я говорил, что ум — это машина, она умная, а разум — это водитель. И машина у нас есть, а водителя-то нет в государстве. И не в государстве. В человечестве нет водителя. Это все адреналиновые пацаны. Они к катастрофе ведут мир. Я хочу сказать спасибо большое всем тем, кто названил сегодня по 0731, всем, кто писал нам смс-сообщения. Их пришло очень много, огромное количество. Вы все их можете найти на сайте веселаярадио.ру, в сети интернет, где, собственно, велась трансляция. Наверное, мне об этом надо было чуть раньше сказать. Михаил Задорнов на следующей неделе опять в эфире. Я прощаюсь. Восьмого числа? Да. Да, отлично. Восьмого. Увидимся. Увидимся. Всего вам доброго, друзья. До свидания.